Всем привет, я Данил Макашев и это интеллектуальный проект «Звезда против школьника». За 15 минут некоторые люди могут разбогатеть, но мы вам дадим больше, больше, чем деньги. Знание – главное оружие любого человека. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Друзья, знакомимся с гостями. Прекрасная певица, актриса, мама Дильнас Ахмадива. Да, можно поапоодировать. Вот она, наша классная гостья. Ну и оппонент Дильнас – это ученица гимназии 56-го класса Лира. Прекрасная Лира. Сегодня будет соперником. Да, очень красивое, необычное, редкое имя для Казахстана, мне кажется, Лира. Ну что ж, если вы готовы, мы начинаем первый раунд под названием «Правда или ложь?». Итак, первый раунд «Правда или ложь?». Все предельно просто, задаю вопрос, говорю, правда это или ложь, вы говорите, правда или же ложь. Все, как бы логично, очень легко. Я знала, что будет сложно. Давайте, сулефа, давайте, сулефа, чтобы все было честно, как в школе, все решаем через сулефа. Это камень, ножницы, бумага. Ага, давайте. Дильнас, в ваше время, наверное, такого не было, да? Нет, сулефа как раз в наше время появилось. Давайте, да, вы основатель сулефа. Основатель сулефа, давай. Давайте, сулефа, а вы знаете, что такое сулефа? Ну все, давайте, раз, два, три. Су-а. Ты сказал раз, два, три? Это я типа вот начинаю. Давай, сулефа, говори. Су-ли-фа. Все, начинаешь ты. Розовые фламинго. С детства имеют розовый окрас. Розовые фламинго. Правда или ложь? Ложь. Правильно, первый балл у Лиры. Все, поехали. Первый вопрос, Дильнас, для вас. Мне кажется, очень даже легко. Самое быстрое млекопитающее на земле заяц? Правда или ложь? Ложь. А, да, а кто? Вы знаете правильный ответ? Это, 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 гепард? Гепард, все правильно. Вот умница, ничего себе. Гепард, самое быстрое млекопитающее на земле. Ну, заяц, ты говоришь сильно. Итак, поехали по одному. Пока по одному у нас, да, все правильно. Поехали для тебя, Лира. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана. Итак, правда это или ложь? Правда. Нет, это ложь, первое место по добыче занимает Австралия, а Казахстан занимает второе место. Дильнас, давайте выйдем вперед. Возможно, 6. Куда уж там, дальше зайца не убежим. Давайте попробуем. 6, это простое число. Ой, ну началось вот это, я гуманитарий. И что, по цифрам вообще? Вообще никак. Ну, здесь из двух вариантов, правда или ложь? Ну, наверное, правда. Простое число, вы думаете, что это правда, это ложь. 6 не является простым числом. А что это такое? Что такое простое число? Его можно разделить, как его можно разделить. На 2, на 3, на 6. Ну, вот, легко же поединить. Ладно. Ну, это логично, мне кажется, больше даже. Давай, Нира, ваш вопрос. Слова, имеющие противоположное значение, называются антонимы. Ложь? Противоположное значение. Ложь? Это ложь? Это ложь? Неправильно, это правда. Это правда, Антонимы. Ну что, Нира? Вот этот вопрос надо мне задавать. Я говорю, я гуманитарий. Окей, Динаска. А про простое число туда. А вот сейчас будет интересно, насколько вы... Гуманитарий. Гуманитарий, да-да-да. Ну вот я опять облажалась раньше времени. Лисичка, смотрите, лисичка. Гуманитарий? Это разновидность лекарственной травы. Лисичка? Нет, лисичка это гриб такой. Нет, это неправильно. Ложь. Все правильно? Это разновидность грибов. Ну, к гуманитарию это тоже никакого отношения нет. Нет, в плане, насколько вы по субботам и, в принципе, по выходным гуляете, отдыхаете, охотитесь. На гепардов. Да-да-да. Давайте для вас, Лира, для вас следующий вопрос. Очень легкий. Мне тоже. Вообще, мне кажется, что все вопросы легкие, потому что я знаю правильный ответ. Если мне напиться, да. Давайте для вас. Муравьи могут поднимать вес в 50 раз, превышающий их собственный. Может, даже больше. Правда. Это правда. Конечно, конечно. Ну, и крайний вопрос в этом раунде для Дильнас. А Дубы живут больше тысячи лет. Правда. Дуб. Правда. Конечно. Итак, друзья, по итогам первого раунда победительница Дильнас. 1-0 общий счет. Спасибо. Итак, ну что, что же будет дальше, увидим совсем скоро. Дальше она будет. Второй раунд. Поехали. Друзья, второй раунд под названием «Есть Варик». Давайте перед началом нашего раунда. Теперь, товарищ, как я люблю аплодисменты, как часто я это слышал, в отличие от Кулайбергена Бекша. Давайте, смотрите. Пообщаемся? Дильнаска. Как вы в школе учились? Я училась до восьмого класса отлично. Отлично. А потом что случилось? Потом что-то случилось. Потом что-то случилось. Потом случился восьмой класс, просто, вы же понимаете, что 14-15 лет я стала продуливать просто. Это переходный возраст, когда ты начинаешь, типа. Да, литературу, а литература 5 раз на неделю не плохо. Я в этой жизни уже все знаю, зачем мне школа. Все, погнали, подруги, в кафешку. Пойду лучше пирожок всем. За 10 тенге. За школой. Сколько стоило? Я не помню. 10 тенге, да? 5-10 тенге? Да, тогда я тенге еще не была. А, настолько вам много лет? Ну, до 13-х моих лет не было тенге, а училась я с 7-ми. Ох, тогда были императорские монеты. Нет, тогда уже были, когда еще 10 лет было, да, мне уже были тенге. Хорошо, а вот любимый предмет в школе? Ну, блин, мой любимый английский зимбук. Really? Да, и музыка. И музыка. И музыка? Музыка, да, там заменения нет. А у вас, Лира, вот любимый школьный предмет, вот что вам нравится? Что в легкую дается вам? Ну, чем много чего, но больше. Много чего. Я вообще умница. Да, привет, да? Я вообще иду на Алтенбель, у меня красный аттестат бьется. Нет. А, нет? Ну, вот давайте самый любимый предмет, самый-самый любимый. У меня география, вот прям я эксперт по географии, я все знаю. Мой любимый предмет, это литература. Литература? Прекрасно. Лера. Итак, все, мы познакомились. Мы узнали, что ближе, что ближе дель нас, это музыка и английский у нас и того, и другого не будет. Но литература, возможно, будет. Итак, друзья, второй раунд под названием «Есть варик». Я задаю вопрос, там есть четыре варианта, один из них, наверное, скорее всего, правильный. Все легко и просто. Первый раунд у нас начинала Лера, давайте начнете в Индии у нас. Давай. Поехали. Сфинкс – это часть мифологии этой страны. Греция, Египет, Персия, Перу. Казалось бы, очень легко. Сфинкс. Да. Скорее всего, или Греция, или Персия, я не знаю, что это точно. Где вы отдыхаете в основном летом? На Копчегае. Ну, в последнее время все мы отдыхаем в Копчегае. Нынче я отдыхаю во дворе дома на скамеечке. Да, 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 да. Это очень хороший экономный вариант. В масочке желательно. Да. Так, еще раз. Сфинкс. Это часть мифологии этой страны. Греция, Египет, Персия, или же Перу. Египет, Персия, до свидания. Да. Перу, точнее, до свидания. Окей. Уходит Перу, уходит Египет, там сфинкс вряд ли. Или Персия, или Греция. Ну, давайте один из двух. Раз, два, три. Персия, наверное. Дельнас, до свидания. Это Египет. Это Египет, вы что? Я вообще не видел. Почему я спросил? Вот где вы летом отдыхаете? Египет вообще точно никакой связи не видел. Сфинксом, представляешь? Да? Ну, сфинксом, помню хорошо. Просто отдыхаете, в основном, на Мальдивах, на Канарах, да, да. Да, египет, кстати, я была. А, были, да? Да, в основном, скорее всего, другим занимались там, да. Точно. Давайте, для вас следующий вопрос, Лира. Именно он написал произведение «Золотая орда». Вариантов это? Ильяс Исимберлин. Сякин Сифулин, Сябит Муханов и Уильям Шекспир. Ну, я думаю, Уильям Шекспир. Ну, точно не Уильям Шекспир. А вдруг? Хорошо, окей. Да. Три варианта есть у вас? Еще раз озвучу. Ильяс Исимберлин, Сякин Сифулин, Ильяс Сябит Муханов. Казак Адибетэ. А, литература же! Ну-ка, ну, давай, посмотрим. Твой любимый предмет. Не казахская литература, только русская. А, не казахская литература, русская литература. У вас русское отделение, да? В основном. А, в основном? В основном, когда есть настроение, я иду в русское отделение, да. Давайте посмотрим. Ну, наверное, сложно, скорее всего. Я не знал, сам тоже. Давайте, раз, два, три. Сякин Сифулин. Сякин Сифулин. Неправильно, это Ильяс Исимберлин. Будете знать, будете знать. Исимберлин. Давайте, очень легкий вопрос для День нас почему-то, да. Горы под названием Анды находятся в этой стране. А, США, Б, Чили, Ц, Австралия, вариант Д, Саудовская Аравия. Анды. Да где же они находятся? Еще раз. Давайте, США. Чили, Австралия, Саудовская Аравия. Точно не Саудовская Аравия. Возможно, да. Точно не США. А, возможно, и нет. Что еще там осталось? Чили и? Чили, Австралия, США. Чили. Чили, вы думаете, что это Чили? Правильно, конечно, друзья, это Чили. Господи. Очень хорошо и очень в легкую вы отвечаете на все вопросы. Давайте следующий вопрос. Для вас, Лира. Катманду, это столица какого государства? Это география, да, у нас? Тибет, Бангладеш, Индия или же Непал? Давайте погоняем вас по географии. По идее, мне кажется, не прям сложный вопрос, да? Катманду. Катманду, столица какого государства? Предположим, Непал. Предположим, Непал, это правильно. Молодец, молодец, Лира. Хорошо, но предполагает. Предполагает? Женская интуиция работает четко, мне кажется, да. Вы это подтверждаете. Интуиция, да, логика не очень. А, логика не очень, да, да, да. Давайте дальше, для вас. Дельна, скорее всего, вы там давали концерты свои. Конечно, это Вадагаскар. Это Вадагаскар. Все же, все же там прям на Дельнаску ходят. На Буфилопии, на самом деле. Да, да, да. Особная фан-база у вас там, да. В Монголии национальная валюта называется именно так. Наверное, получали гонорары в этой валюте. Конечно. Гонорары, тугрики, суммы, лиры. Тугрики. Тугрики. Конечно, конечно, молодец. Итак, ну и крайний вопрос в этом раунде для вас, Лира. В какой стране находится вулкан Килиманджаро? Вариант А. Танзания. Вариант Б. Египет. Вариант С. Марокко. И вариант Д. Нами... Сейчас бы еще вспомнить, где находится Килиманджаро. Килиманджаро, да. Итак. Можно еще раз с вариантами? Варианты Танзания, Египет, Марокко. Набибия. Намибия. Намибия. Ну вот, последний вариант точно нет, да? Я в первой жизни даже читаю эту страну. Нет, мне все-таки кажется Намибия. Да? Да. А я же подсказал вам, нет, это Танзания. Друзья, во втором раунде победу, уверенную победу одержала Дельнас. И это очень-очень даже более-менее. Друзья, третий раунд под названием «Дальше сам». Без подсказок, без вариантов, полагаясь чисто на свое образование и на вот-вот сюда, что у вас есть, на ум. Вы готовы? Да. Давайте начнем. Лира, вы начнете. Вы максимально делаете вид, как будто вы знаете все. Давайте посмотрим, насколько вы знаете все. На самом деле это неправда. Это неправда, но лицо, как будто вы знаете все. Именно эту страну искал Колумб, но попал в Америку. Вообще, с закрытыми глазами можно отвечать на этот вопрос. Давай. Колумб. В Индию. В Индию. Конечно, конечно. Это Индия. Дельнас, вот такие же легкие вопросы, скорее всего, не будут у вас. Давайте, смотрите. Из какого жуза происходит из-за тайбадов? Предводитель народно-освободительного крестьянского восстания казахов. Как раз все о казахах, это прям ваша тема. Давайте казахи и вы. За правильный ответ мы даем вам Буэру Лагмат. Из какого жуза из-за игурского что это? Подожди. Из-за какого жуза. Из-за какого жуза. Игурский это мой жуз. Да, да, да. Мы расположены в микрорайоне дружба. И сатай. Давайте еще раз. Из какого жуза происходит сатай тайманов? Сатай тайманов. Да, три варианта же есть в итоге у вас там легко. По сути, без вариантов, но там и заряды. Короче. Нет, жузы, жузы. А, жузы, младший, средний или старший. Да, ну вот, три варианта есть. Оказалось, что как бы конкурс. Блин, наверное, из младшего жузы. Все правильно, да, это младший жуз, зарод, бай, ола. Итак, продолжаем далее. Пока хорошо. Ну, вообще вам повезло, подфартило, конечно. Ай, я прям думала, что за Копчак, Арганча, начну здесь. Давайте для вас, Лира. В каком населенном пункте родился первый президент Казахстана Насултан Назарбаев? Ну-ка, если вы не ответите, вы потеряете гражданство Казахстана, скорее всего. Депортирует вас в Катманду. Да. Вы родились в Алматы? Да. Тем более. Давай. В Алматинской области. Алматинской области. А именно? Населенный пункт? От населенный пункт не знаю. Здрасте, приехали, конечно. Это Чамалган. Шамалган. А я здесь Шамалган поднимаю. А вы-то просто знаете точно, поэтому я это игнорирую вас. Этот праздник, аналог западного праздника, отмечают в Казахстане 15 апреля. Какой же это праздник? День влюбленных. День влюбленных, все правильно, конечно. С помощью этого прибора измеряет высоту над уровнем моря. Тоже география, если не ошибаюсь. С географией тоже небольшой пункт. Прям, да. Не дружите с географией, да? Нет, ну, дружила, но не так сильно. Да. Ты просто знаешь, где находятся Дубай, Мальдивские острова, там, и так далее. То, что тебе в будущем пригодится. А так, давайте, раз, два, три, любой вариант, может попадете, а может и нет. Альтиметр, альтиметр называется этот прибор, давайте... Ничего страшного, я, например, тоже не знаю, что такое альтиметр. А мы даже не сомневались. Давайте для вас вопрос. Да кто бы сомневался. Сколько континентов на планете Земля? Пуфала, раз, континентов, три, ой. Давайте, подумайте, время есть. Десять секунд даем на размышления. Если она не знает, ты можешь поднять руку и заработать дополнительный балл. А сколько континентов, подожди, континентов. Что такое континенты, давай? Ну, типа, вот, есть Евразия. Но в Евразии, кстати, я неправильно вам подсказал. Типа, есть, типа, Европа, есть Азия. А есть Евразия. Есть Евразия, когда обедняешься, это Евразия, да. А, ну тогда, раз, два, три, четыре, пять. Сколько континентов на планете Земля? Не знаю. Не знаете? Да не знаю, вы че? Это вообще не мое. Да, ну, чтоб несколько точно нет. Амира, ну, ты-то должна знать, нет? Быстенько посчитать. Шесть? Шесть. Давай, перечисли давай. Северная Америка. Северная Америка. Южная Америка. Южная Америка. Европа. Азия. Азия. Австралия. Австралия. И? И? И. И неправильный ответ, потому что семь. Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. А, Антарктида. Друзья, по итогам третьего раунда победила Дильнас, и это разгон, друзья. Лира, прости, я думала, ты меня выиграешь. Ноль, друзья, три-ноль. Мне понравилось шоу. Я, честно говоря, сначала тоже думала, что выиграю, но сложилось все по-другому. Теперь я знаю, на чем мне работать. Передаю всем привет. Скажу так, скажу честно, Лире попадались, по-моему, вопросы посложнее, чем мне. Наверное, может быть, поэтому она и проиграла. Возможно бы я и проиграла, если бы мне не попадались много вопросов, которые... Ну, просто с опытом жизни, сами понимаете. Я знаю лучше. Друзья, было очень весело, познавательно, для Лиры, точно. Думаю, что у Лиры все получится в будущем году, когда она будет сдавать НТ. Мы уверены, и, скорее всего, это будет так. Ну, а мы, друзья, в свою очередь прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкосы, пишите комментарии. Подписывайтесь ко мне в Инстаграм. Вот здесь сейчас появится Инстаграм. Подписывайтесь, да. Очень скоро я буду бесплатно кушать суши и пиццы. Это была передача, прекрасная передача, познавательная передача «Звезда против школи». До новых встреч. Увидимся через неделю. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok